Кстати, вы вспомнили ядерное оружие, а Лукашенко хвастался ядерным оружием, и оказалось, что, возвращаясь к данным нашего ГУР, что тактические поиголовки уже размещены в этой стране, они провели тренировки как вывод полной неготовности. В связи с этим угрозы снизились, ставка Кремля на запугивание Запада не сработала. Палашин. И, безусловно, Лукашенко понимает, что следующие выборы только усилят, а те ребята, которые сегодня служат в полку Калиновского в Украине, они, безусловно, готовы будут с оружием защищать свой выбор и ставить свои права на свободу и право голоса. Именно для этого Лукашенко и нужно было ядерное оружие для того, чтобы удержать, скажем так, Запад от любых, скажем так, возможностей влиять на ситуацию в его стране. Но в то же время, посмотрите, когда Лукашенко дал гарантии группе Вагнера, и они начали прибывать в Белоруссию, вот, и одна из первых вопросов, которой они занялись, это дестабилизация ситуации на границе. То есть переброской, организацией, обучением, там, скажем так, нелегалов. Если до этого белорусские силовики просто пропускали нелегалов на территорию Европы, вот, то сегодня эта группа Вагнера не только, там, скажем так, организовывала это, перехватила это, скажем так, направление у спецслужб России, но еще начали готовить, там, к убийствам, к всяким экстремистским вещам. И послужила соответствующая реакция четырех стран Запада, включая Польшу, и непосредственно стран Балтии, которые заявили, что они готовы не только, там, реагировать, но и даже закрыть границы, вот. И дополнительно Польша провела, там, несколько учений оперативных, тактических, ну, и также разместила дополнительный контингент, который, ну, там, будет порядка, там, пяти-четырех тысяч. И в основном это также инженерные подразделения, которые готовы будут в ближайшее время заминировать всю территорию, которая как раз вот на границе между Белоруссией и Польшей и странами Балтии. Ну, вот. И в этом контексте Лукашенко ничего не осталось, как поставить ультиматум группе Вагнера покинуть страну. Почему? Потому что для него экономика сегодня это то, на чем еще держится Белоруссия. Вот. И Вагнер, по сути, можно сказать, его окончательная история связалась к тому, что разоруженный, расформированный, и вот его остатки сегодня, без отсутствия там лидеров, они, по сути, превращаются в какие-то, знаете, отдельных недовольных лиц, которые высказывают свои, скажем так, негодования или там, ну, не опасения, а угрозы в адрес руководства, руководства в Кремле, но, мне кажется, для них уже этот вариант, ну, скажем так, не есть возможный. Потому что у них нет уже оружия, а власть уже сгруппировалась, она уже готова к подобным сценариям. Это не только решение Путина о передаче этого тяжелого оружия, которое было изъято у Вагнера, национальной гвардии, но и также законодательное обеспечение применения такого оружия со стороны Насгвардии по гражданскому населению. И что, скажем так, вообще, это оружие когда-то может выстрелить, в принципе, или это просто элемент запугивания? На сегодняшний момент это просто информационная запугивание, информационная операция против Запада. Она не является, знаете почему? Потому что там, оно не позволит обеспечить успех военный на поле боя. Потому что оно имеет, скажем так, локальное тактическое значение. Вот, оно не преломит там ход боевых действий, не улучшит его. То есть, это именно я бы расценивал как информационная операция. Продолжение следует...